Здравствуйте, уважаемые друзья! В одном из фильмов я изготавливал вот такую чешскую нимфу, которая имела довольно-таки необычный цвет спинки. Но я, как всегда, стараюсь не повторяться, но мы сегодня изготовим бакоплава по вашей просьбе, который тоже будет иметь вот такую вот спинку. Давайте приступим. Я взял крючок граб-шримп номер 12 и огрузил только лишь вот так верхнюю часть свинцом. Учитывая то, что материалы нам практически понадобятся, которые должны быть у вас почти всегда, если нет, мы в процессе работы будем с вами обсуждать вопрос, чем можно заменить. Как всегда, допустим, вот в наборах петушиных перьев, скальпов, есть вот такие придаточные перышки, вторичные, пуховые. Нам желательно подобрать вот такое перышко, для того, чтобы мы смогли его закрепить снизу и использовать в качестве имитации лапок. Также нам понадобится все та же вот такая вот пленочка фирмы Хэнс. Если ее у вас нет, то можно заменить спокойно на полиэтилен и потом слегка его подкрасить. Давайте закрепим материалы. Я закрепил снизу, как вы видите, вот так перышко, которое будет у меня имитировать потом мои лапки. Спереди закрепил усы, пленку и люрекс. И также сзади изготовил из этого же пера хвостик. Для того, чтобы нам сегментировать тело, продавливать его, нам понадобится вот такая тоненькая леска, монофил. Как я уже говорил неоднократно, толщина ее до 0,01, чтобы вы, допустим, для себя представляли толщину, согласно которой мы будем продавливать. И теперь нам необходимо с вами хорошо закрепить все материалы и подготовить даббинг, из которого мы будем изготавливать тело. Я установил крючок в удобное для себя положение и подготовил вот такой серого цвета даббинг, нейтральный. Можно белым. Но дело в том, что когда мы накроем пленкой, наш даббинг все равно не будет проявляться так, как, допустим, нам хотелось бы. Поэтому у нас даббинг идет как наполнитель для того, чтобы мы потом смогли хорошо просегментировать наше тело. Установим крючок в удобное для нас положение и полностью, вот ровно сколько у нас есть, не доходя пару миллиметров буквально до нашего колечка, мы с вами должны изготовить ровное коническое тело этим даббингом. Вот мы с вами изготовили вот такое несколько лохматое несуразное тело. И сейчас мы будем из него делать то, что нам и необходимо. Значит, что натолкнуло меня на изготовление конкретно такого бакоплава? Дело в том, что зачастую для прикормки берут мормыша, как его называют в определенных регионах, и обдают кипятком. Он становится розовым. И рыба с удовольствием ловится не только на его живое создание, но и ошпаренный кипятком, который выглядит в розовом цвете. Поэтому этот вариант нимфы проверен, скажу сразу, в сибирских регионах, там, где достаточно хороший и упитанный живет наш бакоплав. В наших регионах, в частности, юго-восток Украины, он несколько мелковат. Я поменял нить, и теперь нам необходимо с вами взять наше перо, которое мы будем с вами изготавливать лапки, и слегка подхватить снизу, так, чтобы перышко наше находилось строго под низом нашего цевья. Закрепили. Сильно не усердствуем, потому что перо рвется, и неудобно потом будет с ним работать. Сделаем завершающий узел, уберем нить, так как неудобно будет работать, и выполняем следующую операцию. Берем наш люрекс, который мы подготовили. Переворачиваем крючок в удобное для нас положение. И, выбирая теперь определенный шаг, придерживаем наше перо, начинаем его вот такими движениями крепить к цевью. Для этих целей хорошо использовать, вот, допустим, зубную щетку, или же по каким-либо причинам можно использовать и щеточки, которые используют женщины наши для ресниц. И закрепим снизу полностью наше это перо люрексом. Для удобства можете, вот, как я, допустим, взял и слегка увлажнил вот бородки нашего пера. Как вы видите, у нас все закрепилось, и теперь мы ничего буквально не подравниваем. Берем нашу пленочку. Для начала, конечно, опять закрепим нить. Значит, учитывая то, что головка у нашей нимфы должна быть темная, нить, конечно, я беру темного цвета. Закрепили. Нить неудобно, конечно, ее изготавливать, эту нимфу, но дело в том, что она себя оправдывает. Берем теперь нашу пленку. Аккуратно, аккуратненько стараемся, чтобы как можно ровнее, потому что, в частности, вот такого качества пленка, она тянется плохо, но рвется. Поэтому, аккуратненько обходимся с этим материалом. По двери, под место крепления возле нашего колечка. И берем теперь аккуратно, аккуратно, так, чтобы не было у нас заломов, подхватываем нашу пленку. Теперь нам необходимо с вами, как обычно, я переворачиваю пленку в обратном положении и уже окончательно ее закреплю парой, тройкой оборотов, буквально. Сильно не усердствуем. Остатки удаляем. Не за один прием, как обычно. И теперь нам необходимо сделать здесь завершающий узел, удалить нить, повернуть крючок в удобное для нас положение и аккуратно просегментировать нашего рачка. Вот, дорогие друзья, мы с вами просегментировали вот так тело. Лапки я увлажнил и слегка подрезал по кромочке моего жала крючка. Длину выберите для себя сами, так же, как и величину их. И вот такая уже проверенная уловистая приманка готова у нас к работе. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч!